Полярные медведи это самые крупные наземные хищники и, по мнению ученых, одни из самых умных млекопитающих. Полярного медведя называют живым символом Арктики, белым медведем. Природа воплотила в белом медведе красоту и мощь, загадку и опасность. 27 февраля отмечается Всемирный день полярного медведя. Этот праздник отмечают для того, чтобы рассказать людям о необходимости защиты этого животного. Из-за глобального потепления, загрязнения окружающей среды и браконьерства белых медведей становится очень мало. Судьба белых медведей в мире вызывает серьезное беспокойство. Исокогорская детская библиотека предлагает вниманию читателей рассказы из сборника Бориса Житкова про белых медведей и предлагает читателям принять участие в мастер-классе и изготовить своими руками белого мишку. Про белых мишек Люба не хотела плакать, а все равно плакала. И ей мама мороженое купила. Там будочки такие есть, там трубочки с кремом и мороженое. И мне мама тоже купила трубочку с кремом и мороженое. И все ели мороженое и трубочки. И мама говорила, что в Харькове тоже есть зоосад. И мы в Харькове будем туда ходить. Люба стала просить еще мороженое. А ее мама ей сказала, разве тебе уж так жарко? А Люба сказала, мне очень жарко. А Любина мама говорит, тебе не жарко. А знаешь, кому жарко? Любина мама сказала, что жарко тому, кто в холоде всегда живет, а его потом вдруг в Москву привезут. А я сказал, почему в холоде? Любина мама сказала, потому что есть холодные страны, там лед даже летом не тает. И там все время холодно. Там летом в шубах ходят. И там тоже есть медведи. Только они белые. И они любят, чтобы было холодно. Здесь им летом очень жарко. Люба глупости говорит, ей просто мороженого хочется. А вот мы сейчас пойдем и посмотрим на белых мишек. Как им жарко. И мы пришли и стали смотреть через каменный заборчик. А там внизу была вода. Около воды стоял один мишка. Он был белый. А там еще было два мишки. Они тоже плавали. А один дядя кинул булку прямо в воду. Мишки скорее поплыли к булке. Один мишка скорее всех доплыл и схватил зубами булку. Эти мишки мне больше того черного понравились. Потому что они не такие лохматые. И потом у них голова не такая большая. И еще потому что белые. Потом они из воды выходили. И на нас смотрели. Чтобы мы им кинули булку. Люба стала просить, чтобы кинуть булку. Любина мама пошла с Любой покупать булку. Я смотрел, как мишкам жарко. А булки я не бросал. Потому что мама мне не покупала. Потом пришла Любина мама. И у ней была булка. Люба всю булку хватала, чтобы скорее бросать. А Любина мама взяла и разломала булку. И мне дала кусок. И Любе кусок. Люба схватила и бросила. А все медведи поплыли к булке. Я думал, что они не увидят, как я брошу. А я все равно бросил. А один медведь, он сзади всех плыл. Поплыл к моему куску. Он его зубами схватил и полез из воды. А с него вода прямо так и текла. А он все равно булку ел. Хам-хам. И съел. А Любина мама сказала, что белые медведи там, у себя, на льду живут. Там всегда лед. Они морских зверей едят и рыбу тоже. Достают и едят. Их тут тоже рыбой кормят. Зимой им здесь хорошо. Потому что они холод любят. Для мастер-класса понадобится Картон белого цвета. Картон синего цвета. Одноразовый стаканчик. Шерстяная нить белого цвета. Простой карандаш. Клей. Ножницы. Фломастер черного цвета. Кончик белой шерстяной нити с помощью клея приклеиваем к стаканчику. Полностью обматываем стаканчик белой шерстяной нитью. Из белого картона вырезаем один большой круг, два маленьких и четыре кружка среднего размера. Рисуем мордочку, приклеиваем ушки. Рисуем лапки. На листе картона синего цвета в произвольном форме рисуем рыбку. С помощью клея приклеиваем сформированные элементы к нашей заготовке. К стаканчику, обмотанному ниткой. Белый медвежонок готов. Рисуем мордочку. Рисуем. 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 Продолжение следует...